МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутатский мандат Салаватского избирательного округа, к которому относится и Кумертау, получит Зарив Байгускаров. У него 55,34% голосов. Что касается местных выборов по единому избирательному округу, в городской совет уверенно проходят кандидаты по списку от Единой России. Более 55% проголосовавших отдали предпочтение именно Единой России. Без малого 21% брала КПРФ. И это означает, что в новом созыве в городском совете будут и коммунисты. Впервые за долгое время отсутствие. Чуть больше 16% набрала ЛДПР, и немногим более 5% у патриотов России. Ну и по одномандатным округам, а их у нас 10, победу одержали Диченко Артем Александрович, Цветков Александр Васильевич, Хайрединов Ренат Ингилевич, Астахов Олег Анатольевич, Лапин Анатолий Владимирович, Музюкина Ольга Юрьевна, Гаврилов Виктор Николаевич, Барсуков Владимир Петрович, Чепик Алексей Анатольевич и Ерофеева Светлана Николаевна. Ну и 21 сентября местное отделение партии «Единая Россия» провело собрание политактива. На поствыборном заседании партии побывала и наша съемочная группа. На минувших выходных в единый день голосования большинство жителей нашего города поддержали партию «Единая Россия». Это касается выборов и федеральных, и местных. Казалось бы, результат достигнут, можно избавить обороты. Но местная партийная ячейка не намерена злоупотреблять оказанным доверием. Так в среду состояло заседание местного политактива «Единая Россия», где был избран местный политсовет партии. Основной упор партийный актив при утверждении нового политсовета делает на ротацию в пользу опыта и молодости. По уставу нашей партии один раз в год обязательно проходит ротация местного политсовета. Для чего? Для того, чтобы каждый, наверное, из депутатов, из фракции «Единая Россия» попробовал себя в роли члена политсовета, брал на себя ответственность принимать серьезные решения, ответы на какие-то вопросы, вел приемы в общественной приемной. Ну то есть жил именно задачами и целями партии «Единая Россия». Единогласным решением были выбраны новые члены в местный политический совет. Помимо переизбрания политсовета, на партийном заседании стоялось вручение партийных билетов новым членам партии. Помимо этого были отмечены и студенты-агитаторы, принимавшие активное участие в партийных проектах и предвыборные агитации. Мы работали с людьми, мы с ними разговаривали, мы их агитировали к вот этим выборам, которые у нас передвигались, чтобы люди шли, люди сами соглашались. Даже самые те банальные раздать листовки кто-то не хотел, кто-то наоборот был даже, что да, давайте, конечно, давайте две там еще своим раздадим, там все почитаем, все были согласны. Также говорили, что приходите, не оставайтесь, ведите за собой своих, что ваше слово, от этого все зависит. В ближайшее время местное отделение партии ждет активная и напряженная работа. По исполнению наказов, полученных от населения во время выбранной кампании и по привлечению новых сторонников и членов партии. Для успешной реализации намеченной цели почин сделан, выбран новый полицовет и определены председатели первичных ячеек партии. Два дня, в пятницу и в субботу, в Кумертау проходил второй межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий спас». Перед открытием межрегионального фестиваля для всех желающих гостей и участников в Иоанно-Притеченском храме города прошел благодарственный молебен Преосвященнейшего Владыки Николая. Открытие межрегионального фестиваля казачьей культуры проходило во дворце, где команды-участники продемонстрировали свои таланты в конкурсной программе. Всех же участников фестиваля ждала активная культурная программа, показательные выступления, соревнования, мастер-классы и многое другое. Обо всем по порядку расскажут мои коллеги Константин Меркушев и Гульнас Филатова. В городе Кумертау состоялся праздник казачьей культуры «Казачий спас». Торжества начались с молебна в Иоанно-Притеченском соборном храме города. Провел благодарственный молебен епископ салаватский кумертауский Николай. «Казака, поспешиству и спаси его благополучие совершения делуй, спешно произвести и все благослови, моли, все моги и владыка услыши и помилуй». Как испокон веков, это и должно быть, было и будет на Руси. Каждое дело начиналось с молитвы. Я хотел бы пожелать всем атаманам, казакам, духовникам казачьих объединений, станицам, крепости духовных телесных сил, мужества. Я хотел бы выразить надежду, чтобы и это наше дальнейшее сотрудничество. А мы знаем, что казак без веры не казак. Это наше сотрудничество и в дальнейшем продолжалось, укреплялось и приумножилось. Казачество всегда было тесно связано с церковью. И до сегодняшнего времени казак является казаком только тогда, когда верит и поклоняется Богу. Человек может родиться в семье казаков, но он не будет казаком до тех пор, когда не примет веру перед Господом Богом. Такой фестиваль нужен для того, чтобы показать быт, сущность казака, показать их традиции, показать их культуру. Такие фестивали, они в принципе должны быть везде, повсеместно, потому что патриарх московский Исиаруси Кирилл очень поддерживает казачество. И люди к этому стремятся, потому что казак, он без веры не казак. И везде, где присутствует церковь, должны быть казаки. В конце литургии был освящен флаг казачества. Это еще одна традиция праздника. На территории Свято-Троицкой церкви торжественно открыли и осветили памятник в память казакам, верой и правдой служившим Отечеству. Мероприятие посетила глава администрации Кюргадзинского района Ахат Кутлахметов. Благословляется, освящается знамение, все крестные, окропление воды, все освященное. Благодати и все святаго Духа во имя Отца и Сына и святаго Духа. Официальная часть второго межрегионального фестиваля казачьего искусства проходила в Дворце Угольчиков. Обряд с Братиной несет глубокий духовный смысл. Братина на сцене. Дорогие земляки, дорогие гости, вот еще прошел год, и мы снова с вами встретились на этой сцене. Концерт собрал исполнителей народных и казачьих песен и танцев из разных городов Республики Башкортостан и Оренбургской области. Приехали на казачий спас с песнями, с танцами. Очень рады, что принимаем участие, что нас пригласили. Ну, во-первых, здесь очень много молодых казаков, казачков, пожилых, старых. Это доставляет радость и удовольствие. Цель проведения таких фестивалей – это сохранение, поддержка и развитие традиционного народного творчества российского казачества. Поэтому наряду с традиционными народными номерами своими достижениями делились и мастера народных ремесел, коллективы народных промыслов, общественные организации. У нас сегодня 15 мастеров участвуют, поэтому все гости фестиваля и участники могут и посмотреть, и полюбоваться, и приобрести даже что-то для себя. Потому что изделия ручного труда, они всегда ценятся, потому что они обладают какой-то особой энергетикой. На самом деле они очень качественные. А сегодня у нас, кстати, еще гость из Оренбургской области. И иногда к нам тоже присоединяются мастера из других городов. И мы также ездим. Я делаю куклы из капрона. Погутки сначала отбеливаются, придается определенный им цвет, структура, потом синтепон, проволочный каркас. Все это делается, натягивается на синтепоновую как бы болванку. И потом утяжками формируются жесты, черты лица. Культурная программа фестиваля была очень насыщенной. Помимо выставки изделий из различных материалов, сделанных руками мастеров-ремесленников, участники фестиваля состязались в фольклорном пении и хореографии. ПЕСНЯ Нравится выступать на сцене. Мы поем, приносим радость зрителям, себе. Поэтому я очень доволен. Еще одна площадка, где побывала наша съемочная группа – женские посиделки «Берегиня». Цель данного мероприятия – развитие коммуникативных навыков родителей и детей, а также повышение компетентности мам и пап в вопросах воспитания. Тренинг был разделен на четыре этапа. Самым интересным и привлекательным, по словам присутствующих, оказался мастер-класс по рукоделию. Родители и детей учили изготавливать поделки из цветной бумаги, цветы из ткани, вязание крючком, изготовление цветов, а также шитье кукол и другое. Это древнее искусство, квиллинг, возникшее в Европе, потом плавно перешедшее к нам в Россию. Используется двухсторонняя цветная бумага, нарезается на такие полосочки, которые закручиваются, вот смотрите, закручиваются при помощи зубочистки. На этом праздничная программа не закончилась. В парке культуры и отдыха имени Гагарина состоялся республиканский чемпионат по рубке шашкой. Все желающие могли принять участие в этом турнире. Организатором стал Сергей Нестеров. Мы предлагаем поучаствовать здесь всем мужчинам, которые себя считают настоящими мужчинами, потому что рубка шашкой – это все-таки мужской вид спорта, традиционный казачий вид спорта, и поэтому мы предлагаем всем поучаствовать. На сцене участники соревновались в четырех видах рубки шашкой. А именно рубка пластиковой бутылки, висячие веревки по меткам, лаз по меткам и лаз под шапкой. Все дисциплины можно посмотреть на сайте рубка шашкой РФ. Там есть видео, есть пояснения. Будем рады видеть всех желающих на наших соревнованиях. Соревнования собрали большое количество жителей. Горожане наблюдали за упорной борьбой участников чемпионата. Малейшая ошибка и все потеряно. По окончании соревнований призеры были награждены грамотами и главным подарком – казачьей шашкой. На этой радостной ноте первый день межрегионального фестиваля казачьей культуры «Казачий спас» закончился. Завтра состоится продолжение праздника. Казачьи бедовые, влюблены в ее глаза, свеслово-сельковые. Ралли на середину. Товарищ полковник, участники соревнований по военам при «Казачьей шашкой» в рамках проведения межрегионального фестиваля «Казачий спас» построен. Вот мы сейчас говорим под полковым палом. Здравствуйте, товарищи коллеги. Здравствуйте, товарищи коллеги. В рамках проведения межрегионального фестиваля «Казачий спас» в Центре детского творчества были организованы соревнования по военно-прикладным видам спорта в пяти категориях. Стрельба из пневматической винтовки, подтягивания, подъем гири, одевание противогаза и полная разборка-сборка автомата. Как правило, перед такими соревнованиями все представители непосредственно у себя в подразделениях проводят соревнования «Отбор». Ну и лучшие, соответственно, попадают на эти соревнования. Дело в том, что пять участников, которые представляет команда, они участвуют во всех видах. То есть практически, понимаете, здесь универсальные спортсмены такие, он должен и прыгать хорошо, и стрелять хорошо, и гирю поднимать, и подняться. Один и тот же человек. Вот в чем самая, как говорится, суть вот этих соревнований. Учащиеся 4-й милиозовской школы принимают участие в соревнованиях, приуроченных к фестивалю впервые. За короткий период интенсивных тренировок они подготовились к уверенному соперничеству с другими командами. Мы готовились так, чтобы занять не последние места, а выйти вперед и приехать с наградой. Что именно делали? Разбирали, собирали автоматы, одевали противогазы, стреляли. Все это мы сделали у нас в школе, терять в подвале. На первом этапе соревнований команды состязались в стрельбе. Данная дисциплина требует от каждого участника твердой руки и навыка точности попадания в мишень. Курсант Дириганок, где готовы? Огонь! Поддержать свои команды приехали учащиеся и преподаватели. Вера Михайлова, учительница английского языка в 6-й Кумертаусской школе, посетила соревнования со своими учениками. Они приняли активное участие на мероприятии. Юноши в роли болельщиков, девушки стали секретарями судей. А их классный руководитель фотографировала соревнующихся для летописи класса, чтобы выпускники в будущем могли вспомнить о приятных мгновениях школьных лет. Мы пришли за них поболеть, потому что они самые лучшие, замечательные. И я думаю, с помощью нашего участия они победят в этом соревновании. Погода нам сопутствует в этом, ярко светит солнце и все настраивает на мажорное настроение и замечательную победу в прекрасном спортивном соревновании. После участия на спортивном этапе в стрельбе конкурсанты перемещались к следующей площадке, где на время должны были собрать и разобрать автомат. Далее силовая гимнастика выполнения норматива подтягивания, а после одевание противогаза. На завершающем этапе участники соревновались в спортивной категории «Подъем гири». Одновременно со спортивными состязаниями в городе также прошли историко-познавательные мероприятия. Одной из них лекция на тему «История казачества и его задачи сегодня» состоялась в авиационном колледже с основной целью развития военно-патриотического воспитания молодежи. Сегодня, в общем-то, и правительство, и педагоги, и местные власти, и общественные организации очень много усилий прилагают к воспитанию молодежи, к возрождению исконно наших российских традиций. Это привитие уважения к семье, уважения к старшим, дисциплина, знание истории своего Отечества, чтобы мы были не Иваны родства непомнящие, а полноправные граждане великого государства и, в общем-то, разносторонне развитые личности. На лекции профессор рассказал о задачах, выполняемых казаками в современном обществе. Это, прежде всего, подготовка молодых людей к служению Отечеству на разных участках своей деятельности. Самое главное – это то, что мы должны служить государству российскому. Мы можем исповедовать православие, ислам, буддизм, можем придерживаться различных убеждений, Но служба Отечеству на военном ли поприще, на гражданском ли поприще. Ведь служить Отечеству можно не только, скажем, у орудия, и у станка, и на тракторе, и у чертежного кульмана, и у хирургического стола. Учащиеся, посетившие лекцию, узнали множество фактов о возникновении казачества, русских военных традициях и славе российского оружия. А также о том, как возрождается казачество сегодня. Чтобы следующие поколения тоже представляли, что это такое, что значит казачество, кто такие казаки. Это полезная информация. И такие лекции, я думаю, надо проводить чаще, и не только для старших классов, но и для классов помладше, в школе, для средних классов, пятые, девятые там классы. Это важно. Кроме лекции по истории, еще одним мероприятием, прошедшим в этот же день в рамках фестиваля, стал семинар по развитию казачества в современной России. Для обсуждения темы в городскую администрацию были приглашены директора школ, атаманы филиалов Бельского казачьего войска республики, а также учителя истории. Стоит отметить, что казаки внезли огромный вклад в присоединение к России многих территорий и обороне границ. Они были участниками Кавказской войны, захвата Крыма, войн с турками и персами. Казаки нередко наводили ужас на считавшуюся лучшей в начале 19 века наполеоновскую армию. Большой урон они нанесли немцам и австрийцам в Первой мировой войне. В годы гражданской войны часть казаков погибли, многие эмигрировали. А те, кто остался в России, к сожалению, преследовали. В нашем городе функционирует 18 кадетских классов в нескольких школах и один казачий класс. О его жизни и внеурочной деятельности присутствующим рассказала учитель истории школы номер 6 Светлана Брусукова. Так же, как и кадеты, ребята из казачьего класса активно участвуют в городских мероприятиях и одерживают победы в спортивных и творческих соревнованиях. После окончания школы они продолжают сотрудничество с организациями казаков. Четверо уже служили в рядах российской армии, пришли. У двоих уже детишки родились и они тоже с нами сегодня. То есть этих людей уже не заманить и не оторвать какие-то дурные там дела. То есть они хорошие будут и отцами в будущем. И глядя на них подтягивается молодежь. Студенты, они в том году были первые, сегодня второго курса. То есть у нас уже вот этот состав постоянно, как бы сказать, добавляется, обновляется. Для развития казачества в городе необходимо внедрять его традиции прежде всего в образовательную систему, создавать новые проекты и программы в данном направлении. Отдельной задачей в решении этого вопроса является привлечение компетентных преподавателей, способных заинтересовать учащихся темой казачества. Я бы хотел вам посоветовать, посоветовать очень прекрасного специалиста, директора института истории, баш имени Акмулы, Картунова Алексея Ивановича. Если кому надо, будет. У меня его есть данные. Это единственный человек, который не только в нашей республике, но и в Оренбургской области, кто работал с архивами. Кто действительно занимался этим делом, кто написал кандидатскую показательству, в следующем году защищает докторскую, который действительно работал с архивами. По итогам встречи было решено в течение следующего года наладить партнерские связи с организациями и руководителями, работающими в военно-патриотической сфере, для регулярного проведения фестиваля «Казачий спас» и его популяризации, а также провести мониторинг ресурсов и возможностей школ для создания единой структуры, связанной с направлением казачества. Все присутствующие по окончании семинара были приглашены на торжественное закрытие фестиваля ФРЦНТ «Дуслык». В фойе гостей встречала выставка казачьего оружия. Древние экспонаты, сабли, кинжалы, кортики и другие разновидности холодного оружия на выставку привез Миньяр Хайрулин из деревни Мобитколова. Из музея в Оренбурге приезжала как-то к нам одна женщина. Она сказала, что они планируют открыть музей имени Салават Юлаева. У меня были некоторые старинные вещи – сани, самовары и еще много чего другого. И я, конечно же, все ей это отдал. Ожидал большой признательности, но даже спасибо не услышал. И стало так досадно. А потом подвернулся случай, знакомый из села Юмагузин рассказал, как его прадеды когда-то спрятали оружие в земле. Мы его, разумеется, выкопали, и с тех пор я стал коллекционировать. Здесь на выставке лишь часть всей коллекции – около 40%. После осмотра выставочных экспонатов присутствующие участники фестиваля и гости смогли увидеть лучшие выступления национальных казачьих ансамблей на галоконцерте. Не бойся, я тебя не трогну, ты не беспокойся. Помимо концертной программы на мероприятии состоялось награждение участников соревнований по военно-прикладным видам спорта, прошедших утром. Третье место завоевала команда из города Мелиус – военно-патриотический клуб «Бригантина». А первые и вторые места достались кумертаусским кадетским клубам «Виктория» и «Воин». Награды и памятные призы также получили участники фестиваля и руководители коллективов. Всем тем, кто внес вклад в организацию мероприятия, были вручены благодарственные письма. Молодые исполнители, принявшие участие в фестивале, вполне осознанно выбирают направление казаческой культуры, считая ее обычаи и традиции интересными. И с нескрываемым чувством гордости называют себя казаками. Хотим показать всем присутствующим, как раньше казаки жили, их способности, фланкировку шашкой, наше, конечно же, пение. Ну, хотим чем-то удивить. Судьи признали, что разногласий в процессе оценки исполнителей не возникало. Лучшие были избраны единогласно. Членов судейской комиссии особенно порадовало то, что репертуары казаческих коллективов пополнились новыми песнями. Прозвучали уральские казачьи песни. Серьезно отнеслись и к костюмам, к внешнему облику. Все это тоже очень хорошо было продумано. Ну и общее мое впечатление, что коллективы очень сильные. И я думаю, что у этого фестиваля большое будущее. И фестиваль будет развиваться, коллективов будет больше и коллективы будут сильнее. Уровень был очень довольно достаточный, довольно высокий. И что радовало, что стараются руководители, стараются возродить местный казачий фольклор и перенести его на сцену. Но мы надеемся, что большое будущее у этого фестиваля и на следующий год, и в дальнейшем примут участие больше коллективов. И действительно Кумертау станет центром казачьей песены. Гульнас Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Страна моей мечты под таким названием проходят экологические субботники по всей стране. Инициатор мероприятий – общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия». В нашем городе такую работу организует станция юных натуралистов. Цель акции – привлечь внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды. О том, какие работы выполнены юными экологами нашего города, в сюжете далее. Экологические субботники в нашем городе проходят ежегодно. Акции по уборке территории организуются не только весной, но также летом и осенью. Но даже так работы и меньше не становится, говорят организаторы акции. Активисты очищают от мусора места отдыха, водоемы, пригородные зоны. В основном территории не обслуживаемые специальными организациями. В это число входит и лесопарковая зона, а также городской парк, в уборке которых активное участие приняли учащиеся школы и учреждения дополнительного образования. Такие субботники в сентябре проводятся по всей стране по инициативе общероссийского экологического общественного движения «Зелёная Россия». В этом году данная акция проходит под названием «Страна моей мечты». Активное участие приняли все общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, особенно ЦДТ, станции юных туристов, станции юных техников, детская, юношеская спортивная школа. Выходили не только дети, но и педагоги сами активное участие приняли. Были охвачены такие районы, как лесопарковая зона, тропа здоровья, район трамплина, район старого пруда и район автошколы. Экологические акции проводятся во многих городах. Молодёжь Кумиртау также настроена на вести порядок в родном городе. Школьники убирают не только мусор, но и опавшую листву. Конечно же, нужно участвовать в таких акциях, для того, чтобы сохранить чистоту в нашем городе, в нашем любимом городном городе. Я тоже считаю, что надо участвовать в таких субботниках, тем более сохранять чистоту в нашем парке, где мы же сами отдыхаем, проводим время. Городской парк является любимым местом отдыха и прогулок горожан, от которых и зависит чистота этого живописного уголка. Мне хочется напомнить взрослым, чтобы нашим детям не пришлось убирать за ними мусор, чтобы они каждый раз об этом помнили, бросая мусор после себя, после пикников. Альгуль Мухаммедшина, Ярослав Кондратьев. Новости. На днях в Республиканском бельтехническом лицее чествовали ветерана спорта, тренера по греко-римской борьбе Карима Губайдулина. На вечер, посвященный 60-летию спортсмена, собрались друзья, коллеги и близкие. На торжественном мероприятии побывали и мои коллеги. За время работы тренером по греко-римской борьбе и борьбе куреш, Карим Губайдулин вырастил не одно поколение спортсменов. На днях наставник борцов отметил свой 60-летний юбилей. Торжества по этому случаю прошли в РПЛИ, где он трудится почти 20 лет. Поздравить Карима Губайдулина собрались его друзья, коллеги и ученики. Гости мероприятия адресовали юбиляру свои теплые пожелания и дарили творческие номера. На вечере также вспоминали его спортивный и трудовой путь. Родился Карим Губайдулин в деревне Кензибайку Иргазинского района. После школы в профессиональном училище номер 27 города Салават освоил специальностоляра-плотника. Здесь же начал увлекаться греко-римской борьбой. А служив в армии, вернулся в Кумертау. Учился в педагогическом училище. Но и занятия греко-римской борьбой не оставлял. Тренировался у мастера спорта Николая Кашникова в 51-м училище. Затем здесь же работал мастером. Вечерами ввел секцию по греко-римской борьбе. С открытием физкультурно-спортивного центра «Рассвет» ему было предложено развивать в городе данный вид спорта. С 1997 года приглашают работать в Республиканской политехнической лице-интернат. На сегодня у Карима Губайдулина множество наград и званий. Это и почетный работник Российской Федерации, лучший тренер города Кумертау 2006 года, лучший работник физической культуры Республики Башкортостан. Ну и в продолжении темы спорта. В субботу состоялся настоящий праздник для любителей бега и легкой атлетики. Порядка 500 человек присоединились к общероссийской акции «Кросснации» за спортивными забегами. И не только наблюдала наша съемочная группа. Жители города торжественно отметили День физкультурника. 24 сентября на площади совета собрались как профессионалы, так и любители спорта. Поздравила спортсменов с праздником заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Вот это традиционное мероприятие, оно как-никак лучше подчеркивает, что мы за здоровый образ жизни. И если у нас будет здоровое поколение, у нас у всех будет хорошее будущее. Мы очень рады видеть сегодня здесь школьников, всех любителей спорта. И в сегодняшний хороший солнечный день еще раз вам хочется пожелать здоровья и счастья. Пусть сегодня победит сильнейший и пусть старты будут легкими и результативными. Участников соревнований и гостей праздника поприветствовали воспитанники секции по спортивной аэробике. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По традиции на сцене состоялась церемония награждения. Почетные грамоты и кубки получили работники физической культуры и спорта, принимающие активное участие в жизни города. А также профессиональные спортсмены, которые отстаивают честь нашего города на всероссийской и международной арене. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По традиции в честь Дня физкультурника проводится кросс-нации. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Буквально сметая все на своем пути, участники осеннего марафона ринулись вперед за победой. Более 500 спортсменов, представляющие учебные заведения общего, среднего, высшего образования, а также активные жители города собрались на площади советов, чтобы узнать, кто же выносливее и быстрее. Давай, 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 давай! 10 забегов на дистанции 2016 метров. Для участников практически всех возрастных категорий сегодня определили своих победителей. Это всероссийский день бегуна кросс-нации. Традиционные ежегодные соревнования, которые мы проводим и в нашем городе. Дистанция у всех сегодня одна. Это массовые соревнования, никакие не отборочные. То есть здесь основная цель – это здоровый образ жизни, привлечение к регулярным занятиям спортом, в частности, к беговым видам спорта. Самому пожилому участнику соревнований было за 50, а самому младшему всего 10 лет. В данном мероприятии «Кросснация» я принимаю участие уже девятый год. Становилась победителем возрастной категории первое, второе и третье место. В этом году не хотела, но думаю, надо попробовать, потому что со спортом, даже со школьной скамьи, я всегда говорю детям, спорт никогда никому не мешает. Если вы хотите учиться отлично и заниматься спортом, это только приветствуется, потому что это здоровье, это сила, это красота. Потому что тот, который не занимается спортом, только тот, который ленивый, а лениться мне некогда. Я через день езжу к тренеру тренироваться и бегаю. Бегаю, катаемся на роллерах. Мне очень было тяжело. У меня после гонок болят очень сильно ноги. Победители и призеров соревнований, соответственно, в каждой своей возрастной категории определились по лучшему результату. Всего в каждой категории 5 призовых мест. И за каждый полагался соответственный приз. Само же мероприятие «Кросснации» в этом году далеко не последнее. Городом ежегодно запланирован целый ряд подобных спортивных праздников. Таких мероприятий запланировано несколько, но одно из них – это «Кросснация», следующее – это «Лыжня России». И также, я думаю, в рамках мы, конечно же, будем включать это сдача нормативов ГТО нашими гражданами нашего города. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Что ж, такой была уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующее воскресенье. И удачный начал вам новой рабочей недели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин